Впервые, наверное, за всю историю существования нашего культурно-исторического комплекса мы на нашей территории проводим праздник народного календаря Купалья. Праздник Ивана Купала – это праздник летнего солнцестояния, это праздник торжества солнца и торжества жизни над темными силами. Поэтому не зря на праздник Ивана Купала одной из главных составляющих является костер. И не просто костер, а прыжки уже через догорающий костер. И эти прыжки, особенно парами, символизируют, что через огонь прыгаешь, и все плохое, что было в человеке, огонь очищает. Вот это одна из главных составляющих этого праздника. Еще одна из таких традиций праздника, когда девушки плетут веночки и бросают веночки в воду. И если веночек пристанет к берегу, и к какому берегу, значит девушка выйдет замуж. Если веночек куда-то уплыл вдаль, значит в этом году девушка замуж не выйдет. Чем ярче цветы, тем интереснее венок. Значит, что мы берем? Мы берем сначала вот такую травку. Вот берем такую травку, чтобы у нее было основание такое вот длинное, на которое можно нанизывать все цветочки. Потом берем вот яркие какие-то и нанизываем. Все ж, наверное, делали веночки из-за дуванчиков. Мы дарим вам этот венок, который сплели специально для вас, чтобы он принес вам удачу, счастье. Спасибо большое. Дорогие зрители, мы поздравляем всех с наступающим праздником Купалья. Праздник Купалья – это праздник жизни, праздник торжества света над тьмой. И мы вам всем желаем действительно солнечной и счастливой жизни и желаем, чтобы после праздника Купалья к нам пришло лето на наш славянский базар, чтобы погода была только солнечная и дожди шли только ночью. Субтитры создавал DimaTorzok